Смотрите, на электрическом щитке написано электричество за 550 рублей в деревне. То есть Родина гордится тем, что она вот почти даром людям ставит электричество в деревне. Но на самом деле вот здесь, в этой деревне, хочешь электричество к новому дому? 250 тысяч рублей с тебя попросит. Значит, вот к этому трансформатору вы пытались подключиться, я правильно понял? Да, я как житель деревни Никольской, имею право подключиться к МАЭС. Вы подали заявку. Я подала заявку, ко мне приехали ставить столбы. Зимой? Зимой. Ага, и вот где, вот по этой улице? Да, в 8-м февраля. Это вот по этой улице, которой я живу. И была прорыва первая яма для установки столбов. И на них стали кидаться с лопатами? На них стали кидаться с лопатами, более того, подогнали машины. И заблокировали? И заблокировали. Представитель подрядной организации был закопан наполовину. Электрик, электрик был закопан? Был закопан. Слушайте, он есть снятый, как электрик наполовину закопан? Ну, вот так где-то был закопан. Еще сказали, не вылазят, еще и лопатки припьют. Обалдеть. Есть это, может быть, на видео и на фото? Мы это найдем? Это видео есть. Фантастика. Друзья, вы поняли? Люди, новая нефть. Вот, деревня Никольская, по Ленинградскому шоссе, 40 км от Москвы. Люди захотели себе электричества, а им блокируют. Кто блокирует? А тот, кто доит людей. Тот, для кого люди новая нефть. Значит, как фамилия этого вашего дельца, который у вас? Бесфамильный. Далее, бесфамильный. Ну, вот хватит нам бесфамильного. Прекрасные фамилии. Мы все запомнены. Читаешь, бесфамильный. Вы думаете, люди новая нефть? Вы думаете, вы будете их доить? Нет. Ваша песенка спета. Если я изберусь в Госдуму, первое, что я буду делать, это изменения в законах, законопроекты, которые будут менять о том, как свет, газ, вода, как регулируется жизнь в деревнях, а потом в садоводческих товариществах. Везде, ребятки. Никто не будет доить людей. Главное, мне до Госдумы добраться. Смотрите, на электрическом щитке написано электричество за 550 рублей в деревне. То есть, родина гордится тем, что она вот почти даром людям ставит электричество в деревне. В деревне Никольская, Солнечногорского района, в Подмосковье. Но, на самом деле, вот здесь, в этой деревне, хочешь электричества к новому дому? 250 тысяч рублей с тебя попросит некий делец по фамилии Бесфамильный. И вот, например, Лидия Лазарева, которая живет в этом доме уже много лет, подключена к электричеству в своем доме, но ее отрубили. Отрубил товарищ Бесфамильный со своим этим Бесфамильным кооперативом. А это уже решение суда. Да. О, истец не предоставил документы, подтверждающие право собственности на линейные объекты, каковыми являются электросети Никольская. Значит, здесь в этом решении суда написано, что вот на все вот эти линии электропередачи, которые вот висят по деревне, на них нет собственности у товарища Бесфамильного. Но, товарищ Бесфамильный, всех все равно дрючит, потому что люди новая нефть. И нефтяник умеет качать, независимо от того, есть у него права на это электрические провода или нет. Теперь смотрите, в чем история. Лидия Лазарева, человек грамотный, она понимает, что по закону житель деревни имеет право получить электричество от МАЭСК. Подала заявку, получила и вот эти вот Бесфамильные кооператоры стали подавать на нее иск в суд. И вот свежее решение, которое вступило в силу прошлой зимой о том, что незаконно Лидия заключила договор на электричество с МАЭСКом. Представляете? Фантастика. Я чуть не понимаю, это решение суда, причем у них нет прав на это электричество, тем не менее... Я вообще не знаю. Вот, смотрите, нету истца документов о том, что электрические сети их. А почему же, вы спросите, тогда Лидию засудили? А дело в том, что, значит, хитрое решение суда написано, что Лидию уже один раз подключили к электричеству, бог знает сколько лет назад, вместе со всем этим кооперативом. И второй раз подключать нельзя. А то, что после первого подключения Лидию вырубил, то есть безфамильный, ну здесь в решении суда почему-то не прозвучало. Жуть какая-то. А это московский городской апелляция, но они уже не будут вникать. Поразительное решение суда, но я думаю, что вы же не одна судитесь в этой деревне, правильно? Вас еще много, да? Каждый пытается получить от электричества, каждому не дают. Все те, кто пытается подключиться от МАЭСК, проходят вот такое... И никто не подключился или кто-то сумел? Есть люди. О-о-о. Есть, есть, в начале деревни. Классно. Причем, смотрите, в этом же решении суда написано, что Лидия, как и все остальные, 10 лет назад платила кругленькую сумму за то, чтобы все вот эти электрические сети здесь были построены. Слушайте, пошли посмотрим ваш красивый дом снаружи. Так, у вас такой прекрасный участок, такой большой дом. Сейчас про вас начнут писать, что вы такая-сяка и буржуй. Какой же я буржуй? Вы не буржуй? Нет, я не буржуй. Я и мой муж рабочие работаем на заводе, в электронной промышленности. Ой, а что делаете на заводе? Я монтажник радиоаппаратуры, муж опайщик. Фантастика. Это монтажники радиоаппаратуры строят себе такие загородные дома. Ребятки, наконец-то мы живем как Германия, вы чувствуете? Мы с мужем работали на двух работах, каждый из нас. И зарабатывали действительно кровью и потом, за каждую копейку можем отчитаться. Это нормальный дом. Десять лет назад вы его построили, да? Да, мы его построили десять лет назад, но купили землю в 2002 году. И здесь почти восемь лет мы не могли построиться, потому что не было финансов, но как-то подкапали. Стройка была длительной. Но на электричество вы сбрасывались всем вот здесь двести, по-моему, домов или двести пятьдесят? Порядка двухсот пятидесяти домов, и для того, чтобы начать стройку, надо было бы подвестись на мою электричество. И сколько вы скидывались на электричество? На тот момент, это был 2003 год, четыре тысячи условных единиц. Долларов? Четыре тысячи долларов? Да, четыре тысячи долларов. Фантастика. Ребята, 2003 год, четыре тысячи долларов только за электричество с каждого участка? С каждого участка. И их пригреб тот же самый бесфамильный, который вот теперь пытается вас отрубить? На тот момент был другой председатель. Но такой же делец? Такой же делец. Абсолютно. Но они не одна шайка вместе с бесфамильной? Я думаю, что да. А, вот так. Ребята, вы чувствуете, классическая история, люди новая нефть. А дачники, мы с вами же дачники, я не знаю. Вы здесь прописаны? Нет, я не прописана. Дело все в том, что у меня квартира в Зеленограде, там проживает старший сын своей семьей. А, вы здесь живете постоянно? Да, мы писали, чтобы улучшить как-то жилищные условия, да, с мужем решили построить, ну вот. Зеленоград это Москва, да, поэтому очень жаль, вы не будете за меня голосовать на этих выборах, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но я переживу, я все равно должен бороться за то, что творится в Подмосковье, потому что это Подмосковье. Я прописана в Зеленограде, но муж у меня Солнечногорский. О, ну и отлично. Если у нас Солнечногораде, значит, голосовать мы будем. Голосовать будем, ура-ура. Но нам вообще-то главное победить этого бесфамильного, чтобы он все-таки не доел людей, потому что, ну, беспредел. Отключать от электричества человека, который заплатил за это 17 лет назад 4 тысячи долларов, алло, ты же бесфамильный, ну, может, как-то сбавить и свои аппетиты, и неадекватность, да? Все-таки вот люди у Лазарева точно надо оставить в покое, потому что она здесь 2003 года, а? Постоянно проживаю с 11-го года. Постоянно. А вот еще чудесный дворец у вас здесь, красный, сейчас все скажут. У него-то есть электричество, не знаете? Нет, у него нет электричества. Да ладно, вот у этого чудесного нет электричества. Абсолютно точно. Фантастик. Дело все в том, что дом был построен тоже давно, но, как оказывается, теперь подключиться он не может, потому что бесфамильный требует 250 тысяч, и, видимо, у него нет этих денег для подключения. Только за подключение света? Только подключение света 250 тысяч рублей. Фантастика. При этом статус земли тоже ИЖС, то есть деревня, то есть... ИЖС, деревня, не кооператив, не СНТ, не садовые товарищества. Вы чувствуете, друзья, а люди новая нефть, а дачники это прям не просто нефть, а прям это бриллианты и алмазы. Из нас можно выдаивать вообще сколько угодно. И здесь тоже рельяму, да, чтобы сделать вот эти вот столбы? Да, здесь тоже рельяму. И не дали поставить столб? Тоже не стали поставить. И далее еще. И вы хотите всю вот эту улицу, да, электрифицировать отдельно по государственному как бы тарифу и по его правилам, и послать куда подальше, товарища, бесфамильная. Я правильно понимаю? Абсолютно верно. А у него вот эти вот столбы вот здесь находятся? Да, эти столбы. Он позиционирует, что является собственником. А доказал, они реально зарегистрированы как вот прям вот эта вот линия вся вот этих вот? Во всяком случае, последний суд, когда у меня был в 19-м году, мой адвокат запросил право собственности, свидетельство на право собственности. И не смогли достать? Да, они не могли предоставить. Может, они с тех пор подсуетились и зарегистрировали? Хотя это дорогого стоит регистрировать все эти сети? Думаю, что нет. Ага. Ну, если бы они были, то, наверное, вы не стали по этой улице ставить еще одну. Хотя, если честно, тут вот одни столбы, напротив другие. Я даже не пойму, может, проще было как-то договориться с этим бесфамильным? Ну, невозможно. Он пытался, вернее, высказал свое предположение. А вы пытались? Он сказал, я разрешу проводить здесь маэск через свои столбы. Ага. Но съезжу определенную плату выставляет людям, то есть мне. Разовую или каждый месяц? По-моему, годовую, я сейчас точно не помню. То есть платить только за воздух не надо платить, за мусор, который вывозит государство. А, значит, все-таки он хочет, чтобы на круг, чтобы вы ему стали, как бы, ну, каждый месяц кругленькую сумму. Да, за эксплуатацию трансформатора, проводов. А завтра у нас это все сгорит, не дай бог. И он не будет нести никакой ответственности. Естественно, хотя тариф завышенный от государственного. А, он еще хочет... А он не имеет... Имеет ли он статус сетевой организацией? Нет, абсолютно нет. Он не имеет... Нет, если он вдруг попытается увеличить тариф относительно деревенского, но тут... Он увеличен. Как увеличен? Он больше. Вы уверены? Абсолютно, я... Рубля 4 сейчас государственная цена. Значит, да, где-то так. Нет, поменьше, наверное. 3,89? Не знаю, может быть... Да, 3,89. Здесь 4,22. И плюс только однотарифный. Двухтарифный не дает подключаться. Это прям вот этот сам бесфамильный. А ему-то какая разница? Двухтарифный, однотарифный. В чем ему выгода-то? Он не объясняет, но подключать никого не подключать двухтарифный. Ой, товарищ бесфамильный, как же вы достали людей. Не пробовали заняться в жизни чем-нибудь более приличным, чем доить людей, а? Да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»